Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о погонах и званиях генерал-майора и генерал-лейтенанта. На ваших экранах вы видите погон генерал-майора, одна звезда с левой стороны, и генерал-лейтенанта, две звезды. Вы видите этот погон с правой стороны экрана. В военной иерархии майор стоит выше лейтенанта, но при этом генерал-лейтенант выше по званию. Такая вот казуистика казалось бы весьма странной, но объяснение кроется в том, что названия пришли в русскую армию с французского и английских языков. Это объясняется тем, что обер-офицерские чины имеют свое происхождение из французской и английской армии. Лейтенант происходит от французского ле-тенант, заместитель, или командир-лейтенант, то есть офицер, являющийся заместителем, помощником офицера в чине капитана, или же командира батальона. Отсюда такое происхождение полковник-лейтенант, с английского лейтенант-колонель, подполковник, заместитель командира полка, или же колонны. Майор происходит от английского майор, главный. Произошло от полкового сержанта, то есть сержант-майора, который являлся помощником командира полка в старой английской армии. Сержанты являлись командирами РОД. Леонид Шепелев в своей книге «Титулы, мундиры, ордена в Российской империи» объясняет это влияние званий французской армии, где существовали чины бригадного генерала и полного генерала, иногда именуемого просто генералом. Следует заметить, что во французской армии никогда не использовалось звание майор, генерал-майор и генерал-лейтенант. Им соответствует звание комендант, дивизионный генерал или же корпусный генерал. Еще одной версией, возможно, наиболее близкой к истине, связь с прусской армией, где звание являлось всего лишь отражением занимаемой должности. Происходит от занимаемой должности непосредственно на поле боя. Над всем полем боя командует генерал Оберст с 1852 года до 1852 года назывался генерал-фельдмаршал. Ниже него стоят генералы, командующие определенным родом войск. Генерал от инфантерии, кавалерии и артиллерии, именуемые просто генералами. У каждого из этих генералов есть заместитель, именуемый генерал-лейтенантом. И, наконец, генерал-майор, от латинского майор старший, применительно к ситуации старший там, где пошлют. Это генерал, волей главнокомандующего старший над определенным участком поля боя. То есть помощник полного генерала на определенном направлении. Логично, что генерал-заместитель по рангу будет старше генерала-помощника. Надеюсь, что данный экскурс в истории был вам интересен. Следите за нашими новыми видеообзорами с различных тем коллекционирования. Милитарии, военной формы одежды, монет, банкнот, марок и других тем коллекционирования. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Мы будем благодарны за подписку на наш канал, за ваши позитивные комментарии и лайки под нашим видео.